Девушки отдыхают Я в чём, я виновата? Ну, чё ты чай-то на стол поставила? Да ещё с мятой. Я от мяты всегда сплю. Познакомься. Это Сергей Петрович. Добрый день. Здравствуйте. Сделаешь? Ты что, действительно думаешь, что я беременна, замутила со Стасиком? Ну, докажи мне! Докажи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Доброе утро, красавица! Доброе утро, красавица! Ой! Ой, ты что тут делаешь? Твою дивизию! Извините меня, пожалуйста, я, понимаете, мне негде было переночевать, я залезла к вам, но меня зовут Ксюша, я русская, я нормальная, просто у меня нет ничего, у меня нет ни квартиры, ни мужа, ни паспорта, ничего нет, меня простите, пожалуйста, господи! А паспорта-то почему нет, а? Понимаете, паспорт меня забрал человек, у которого я работала, потому что я ему должна денег, но... Ой, господи, девка! Что-то ты темнишь, а? Да ладно тебе, не реви ты! Что ж теперь, ты это, ты знаешь, ты сейчас пока, вот, сушечек поешь, а я сейчас, сейчас приду. Игорь Негода, добрый день. Нормальное все там, а ты не понимаешь? Да, да. Засчитай. До свидания, госпожа. Вот она, сидит. Погляди на нее, Хасан, а? Она, наглая, как я не знаю кто, а, забралась ко мне среди ночи, а теперь вон она сидит и сушки мои ест. О, почти все сожрала. А? Слухай сюда, Хасан, документов у нее нету, говорит, мужчина ее бросил. Знаем и таких брошенных, потаскуха ты! Как тебе зовут? Ксюша. У нас, может, есть? Маша, ты дома? Машечка. Привет. Привет. У меня на тебе сюрприз. Сюрприз, да? Обожаю сюрпризы. Нигде? Раз, два. Открывай. Три. Что это? Не, я хотел сказать, что. В общем-то, ничего. Ты не, не, ты не обижайся. Да. Нормально, и, да ничего, вот, в смысле. Ты еще сменешься. Милая, ты не обижайся, платье красивое, ты еще красивая, но ты, в этом, наряды немножко похожи на Фатиму. На кого? У меня же нету софта. Чего же? Она что, бородотая такая? А у меня, у тебя такая сюрприз. Масенька моя, ну покушай, ну покушай, мой хобби. А кто это? Марин, это Сергей Петрович. И это Сергей Петрович? Нет, мне Сергей Петрович это принес, подарил. Охмурила мужика все-таки, да? Марин, ну что ты несешь, охмурила? Он принес, чтобы я приготовила. И сегодня, Станька, они явятся на дичь. Кого приготовила? Его. Это Кеша. Я в Кешиную клетку посадила. Кешенька, ну покушай. Кого же надо же и... Нет. Ну а ты можешь? Нет. А ты можешь? Нет. Ну и я. А что делать? Ой, давай я куплю в магазине уже. Марин. И приготовишь, а этого отпустим. Марин, ну какая же ты умная. Ну мне в голову такое даже не могло прийти. Да его отпустим, маленький, макияженька, умничка мой. Ну покушай. Ну почему он не ест-то, Марин? Не знаю. Ну пойду. Может быть, ему помельче. Да. А он не щипнет? Ну не, он не щипнет. А чего он у тебя щипнет? Ай! Сюда иди. Что ты с Настей делаешь, а? Я? Что ты с ней делаешь? Стоп, стоп, стоп. Я с этой дебилкой делаю все, что захочу. Понял? Ай, ты понял. Понял? Ей нравится, когда к ней кто-то и что ты там с ней делаешь? Больно, отпусти, отпусти, отпусти. Пусти. Ладно. Я пошутил. У меня ничего с ней не было. Я ненавижу ее. Я семью ненавижу. Они меня всю жизнь испортили. Ну, не ты первый. Нахрен все это нужно? В монастырь уйду. В монастырь? Ты что ржешь? Слушай, в монастырь люди уходят, когда все в жизни уже испытали, знают, от чего отказываться. Но ты-то в жизни еще не видел нифига. Бабы у тебя не было. Сразу залетел по-дебильному. В монастырь. Какой тебе монастырь? Какая разница, испытал, не испытал. Все равно жизнь кончена. А вот тут, Коля, ты не прав. Думаешь? Думаю. Наконец-то в доме тишина. Даже не верится. Ваша правда, госпожа, с тех пор, как уехал молодой господин, в доме наступил покой. Куда не пойдешь, везде они обнимаются. Теперь хоть можно не опасаться увидеть то, на что порядочной женщине даже смотреть неприлично. Да, русские женщины совсем не имеют стыда. По крайней мере, эта сумасшедшая русская вытворяла такое, и все это в доме уважаемого человека, моего мужа. Да, госпожа, но боюсь, что господин не рад, что Мехмед с русской покинули дом. С утра они выходят из комнаты сына. Да, с самого утра даже чашки кофе не выпил. Послушай, милая, мне хотелось тебе сказать, что, к сожалению, завтра я поеду в Анкару, на три-четыре дня, по делам. Ну, отлично, я с тобой поеду. Тебя не могу с собой взять. Почему? Как почему? По делам я иду вот эти документы оформлять на министерство, а с тобой как? Ну, четыре дня, это долго. Да не долго, ты даже не успеешь соскучиться, поверь мне. Я уже скучаю. Уже скучаешь? Угу. Я по-моему, ты не волнуешь ли? Я под этим платьем настоящая Маша. Да? Сейчас проверим. Слушай, а что за перец сегодня приходил, а? Какой перец? Ну, этот мужик такой солидный, край. А-а-а, это Татьяна привела, пенсионер какой-то. И что он хотел? Я не знаю, но, по-моему, их Татьяна хочет свести. Ну, Татьяна молодец. Те, теряя, мужик-то не помешает. Ну да, мужик-то он никому не помешает. А прикинь, а прикинь, их роман начнется. А прикинь, она к нему съедет, а? А мы с тобой вдвоем останемся, а, Маринка? Ну, вдвоем, и что? Ну, как что? Да ты что? Представляешь, мы вдвоем новая жизнь, а? Надеюсь. Что же едут сюда, а? Вся Украина, вся Молдова приперлась, а? У себя дома нагадили, а теперь сюда гадить едут, а? Без паспортов, без документов, без стыда, без совести. Влезают к порядочным людям. Слухай, Хасан. Я прямо обмерла. Утром на работу захожу, а там, здрасте, пожалуйста, разлилась. А все потому, что вести себе нормально надо. Порядочным человеком надо быть. Правильно я говорю, Хасан? Ну, зачем вы все это говорите? Вы же совсем меня не знаете. Да знаю я вас, знаю. Овечкой-то не прикидывайся мне, воровка. Ой. Слухай, сюды, Хасан. Раз у нас на рынке такие дела творятся. Может, ты и это, сигнализацию не поставишь, а? Я подумаю. Хорошо, дорогой, подумай. Подумай. Ибрагим, нужно ли тебе что-нибудь? Нет, спасибо. Отдыхай, Фатима. Ибрагим. Зачем, Фатима? Я же сказал, что мне ничего не нужно. Не хочешь кофе? Давай я заварю тебе свежего чая. Ни кофе, ни чая, ни сока, ни воды. Ничего не надо. Я вообще не хочу пить. Ибрагим, я подумала, что если ты не хочешь пить, может быть, фруктового салатика, нельзя же с утра голодным сидеть. Фатима, я не хочу ничего. Не хочу, не хочу. Как идет работа? Неплохо. Кара, слушай, сколько вам нужно времени, чтобы все сделать? Думаю, дня за четыре справимся. Четыре дня – это хорошо. Тут сложность еще в том, чтобы нашим гостям не сильно мешать. Сможете? Ты не переживай, сделаем все в лучшем виде. Посмотри, что там. Тут и вправду сильно воняет. Что значит сильно воняет? Может, крыса сдохла? Давайте посмотрим. Я сам посмотрю. Как будто вы дети. Как девушки. Самому все приходится. Как себя чувствуешь? Кара, срочно вызывай полицию. Как ты сюда попалась? Приехала. Ты где работала? В магазине украшений. У Раджа? Да. А где твой паспорт? Он забрал. Зачем забрал? Потому что ему должны денег. И он забрал его в залог. Мужина. У тебя есть мужчина? Мужина? А значит, Тайся все говорила, правда? Получается, что так. Тогда получается. Твое место за решеткой. Не может быть. Невозможно. Я такого не видел. Вот, пришли. Здравствуйте, господин лейтенант. Добро пожаловать. Ну, наконец-то. Здравствуйте. Хеллоу. Хеллоу. Вы знаете, у нас тут ремонт. Да, 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 Расим. Дело в том, господин лейтенант, что мы делали ремонт. Они отрывали доски, а там запах. Сначала думали, что крыса сдохла. Но от крысы так пахнуть не может. Здесь труп. Как труп? Вызывайте экспертов. Откуда труп? Не помешаю. Что это, Фатима? Хочу сделать коврик для намаза. И для кого ты так стараешься? Для кого же еще, как не для тебя, моего мужа? Спасибо, Фатима. Покажешь мне свой коврик? Конечно. Правда, работа еще в самом начале. Ну и что? Мне уже нравится. Прекрасный узор. Минутку. А может, тебе больше понравится вот этот рисунок? Пусть это будет для меня сюрпризом. Этот, а может быть вот этот? Или сейчас я где-то видела. Фатима, у тебя прекрасный вкус. Я ему доверяю. Минуту. Вот, нашла. Как тебе этот узор? Они все красивые, Фатима. Потом поговорим. Полностью не закрывайте. Оставьте лицо, чтобы ее опознать можно было. Вы ее знали? Ленавр, он спрашивает, вы знаете, эта девушка? Первый раз вижу. Она в первый раз ее видит. А вы? Вы ее знали? Я тебя спросил. Нет, никогда не видел. Я ее знаю. Она проходила по делу о проституции. Ее зовут Ясмин. Принеси воду. Воду. Принеси воду скорее. Все вернулось. Стоило только достать ее портрет. Все возвращается. Все вернулось. Добрый день, Сеня Владимировна. Я представитель консульства российского в Турции. Здравствуйте. Я уже не думала, что ко мне кто-то придет. Спасибо. Это наша работа. Мы обязаны. Пожалуйста, помогите мне уехать отсюда. Я вас очень прошу уехать. Вы понимаете, я ни в чем не виновата. Я просто переночевала в парикмахерской. Все. Но вы понимаете, что это называется взлом и проникновение на территорию частного владения? Не совсем. Откуда вы? Я из-под Ярославля. Здесь как оказались? Я приехала к любимому. И где теперь, любимый? Мы расстались. Понятно. Ну что ж. Вы что, уходите? Мне надо идти. Куда? По делам. А я? Вы в тюрьму сядете. Как в тюрьму? Сэп! Как в тюрьму? За что? Ты королева красоты. О, какая красота, ты посмотри. Так, Мариска, она меня не помнит, нет? Нет. Нет, отлично. Нет, отлично, да. Да, ты помолодела прям на 10 лет. Ой, ну скажи, что же, надеться. А куда ты собираешься? А, это ты к ужину, да, с этим охотником? Ну, хоть бы и с охотником. А что такого-то, ну? Нет, ну, хорошо. А ты за нее замуж не собираешься? Ну, скажи, что же. Я прям не могу еще замуж. А что здесь такого? Главное, чтобы человек был хороший. Ну, как он тебе вообще? Ну, слушай, ну, трудно сказать. Ну, что, виделись один раз. Ну, человек серьезный. А квартира у него есть? Я что-то, ты знаешь, даже не узнала. Ну, как ты не узнала-то? Надо было у Тани спросить. Ну, а зачем мне это, а? Я что, за него правда замуж, что ли, собралась? Тем более, что никаких ни охотников, ни рыбаков мне не надо. Ну, и зря. Маришка, а ты утку-то купила? Нет. Ну, я купила курицу. А какая разница? А, действительно, какая разница? Я подумала. Курица, утка. Правильно. Ты думаешь, никакого конфуза не выйдет? Да он на тебя будет только смотреть. Да он на тебя будет. Здравствуйте. Что вам показать? Колье, серьги. У тебя работала русская девушка. Русская девушка? Её имя Ксюша. Ах, да, Ксюша, работала. Ты давал ей деньги в долг? Да, давал. Ты забирал у неё паспорт? Паспорт? Нет. Такого не может быть. Как ты её взял? На работу без паспорта? Нет, такого не может быть. Это неправда. Говорят, у тебя ещё есть фальшивые золотые изделия. Такого не может быть, господин, не может быть. До свидания. Удивительно. Что за информация? Я ничего не понимаю. Ибрагим совсем потерял ко мне интерес. Ещё недавно нам было так хорошо вместе. Мы были счастливы. Прекрасная пара. И вдруг всё так изменилось. И всё из-за Мехмеда. Как-никак, Мехмед – его сын. Женщина не должна остановиться между двумя мужчинами. А может, он просто разлюбил меня? Не думаю. Хозяин любит вас, госпожа. Он хороший муж, поверьте мне. И что же мне теперь делать? Это может знать только тот, кто видит будущее. И разговаривает с мёртвыми. Аня, нет, подожди, слушай. Да нет, я же опаздываю. Маша, давай скорее, скорее, я опаздываю. Слушай, ну стой, ну возьми. Маша, я опаздываю, давай скорее, пожалуйста. Слушай, э... А где ключи от машины? Ох, чёрт, ключи от машины, я же в машине их оставила. Тихо, всё нормально. Я тебя очень, очень сильно люблю. Пока. А, яблоко тебе взяла в дорогу, давай. Спасибо. Пока. Следи за женщиной, если не хочешь остаться без машины. Иди за языком, если не хочешь остаться без магазина. Вы знали об этом подвале? Нет, госпожа. Ну, да, конечно, про подвал я знала, но никогда там не бывала. Я же здесь недавно. Может быть, мы узнаем у нашей горничной? Она говорит, что знала, но не имеет подробной информации. Всё знает Айнур Ханум. Айнур Ханум, вы сами расскажите господину лейтенанту. Да, я знаю. Я тут давно работаю. Я хорошо знаю историю отеля. Историю отеля не надо. Меня интересует подвал. Вы знали о нём? Да, я знала, господин. Я здесь работаю много лет. Очень давно, когда ещё не было холодильников, там хранили продукты для гостей отелей. Когда вы там были в последний раз? Даже и не припомню. Не помню. Много, много лет назад. Несколько лет назад. Думаю, что там не осталось ничего ценного. А вы знали, что у подвала есть тайный выход? Нет, господин. Про это не знала. Господин лейтенант, никто ничего не знал. Что это значит? Нам это было неизвестно. То есть там не работали? Нет, мы работали, но не знали. Там было закрыто. С вашего позволения переведу. Лена, нам про подвал говорить-то и всё. Мы ему сказать, что мы ничего не знать. Вы тоже ничего не знать, правильно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Июнь, а ты когда вернёшься-то? А что, может не возвращаться? Да погода шикарная, чего дома сидеть? После школы погуляй, хочешь вечером погуляй. Это до полодиннадцатого, да? На, вот до ровного счёта. Давай, Ромке, какой интересный салатик. В интернете нашла чудесный рецепт, очень интересный. Селёдка под шубой, с Нового года не ел. Рюмочку возьмите. Вальпиночка. Вкуснее. Ты же ещё не навела. Да. Мне не надо, не надо. Да что ж потом будет, почему? Спасибо. Ну я себя неважно чувствую, как видите. Бужа, наверное, магнитная. Спасибо. Как раз хорошо подбурю-то. Не надо. Я ж у тебя не спрашиваю, шо в тебе болит? Я у тебя спрашиваю, шо ты будешь пить? Ну, ну, ну. Жуткая активность, солнце передавали, вспышки на солнце, давление запредельное. Вы будете пить? Да. Ну, вы не откажетесь. Так. Наташа. Да. Где твоя? Мне кобелёшку. Всё, всё, всё. Ну, заустречу. Не давайте. Ой, ну подождите, подождите. Ну что ты? Ну, я, наверное, немножечко тоже. Ну вот, ну. Наш человек. Давай. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Тогда другой тост. За здоровье! Пошли. Ура! 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 Хорошо. Ура! 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 Ну что же, нуля, тряхнём треной? Да легко! Тряхните, девчонки, тряхните! У-у-у-у! Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Следите за тем, чтобы вход залили бетоном. Пусть зальют так, чтобы больше никто не мог входить. Здравствуйте, Кемаль. Здравствуйте. Вы знали эту женщину? Вроде бы где-то видел. Или не видел. Я знаю, что она приводила сюда клиентов. Ко мне приходят разные люди, с разными женщинами. Разве всех упомнишь? Она убита. Её группа крови совпадает с той, что мы нашли в вашем отеле. На основании этого я могу арестовать вас прямо сейчас. Разрешите ещё раз взглянуть? Да, припоминаю. Уже лучше. Кто были её клиенты? У неё был один постоянный клиент. Я слышал, что в последнее время они часто ссорились. Почему? Я слышал об этом. Почему ссорились? Он хотел, чтобы она, кроме него, больше никого не обслуживала. Кто он? Я жду. Бикиш. Бикиш. Отлично. До свидания. Как он играет? Плохо. Здравствуйте. Челек. Как самочувствие Фатимы? Сегодня Фатима не выходит из дома. Фатима? Фатима, что с тобой? Лежи, лежи. Как ты себя чувствуешь? Может, позвать врача? Я здорова. Просто прилегла отдохнуть. Как ты, Ибрагим? Устал? Всё нормально. Я тоже в порядке. Ты больше не сердишься на меня? Нет. У меня нет причины сердиться на тебя. Ты прекрасная жена. Я сейчас встану сварить тебе кофе. Или хочешь принять ванну сначала? Пока мне ничего не нужно. Отдыхай. Я хочу ещё поработать. А если я сделаю тебе… Не надо. Я хочу побыть один. Вот мы и встретились. Архан, Архан, ничего не было. Я просто подыграл ей. Это специально. Она хотела разозлить тебя. Это ты меня разозлил? Ну, теперь я могу с ней спать. Что ты говоришь? Пусть Аллах тебя накажет. Вы вполне можете повременить с подписью, Сибель Ханон. Нет. Я хочу решить все вопросы прямо сейчас. Вы уверены? Ну, что ж ты за паразит такой? Ну, как тебе не стыдно? Ты что за человек такой, а? Явился? Алкоголик. Я внук от алкоголя растить не собираюсь. А вот и правильно. Собирайте-ка свои манатки, да вы метываетесь отсюда. Мама, мам, да не ори. Мы с долгами расплатились. Да ладно, так что у нас? Все, нет больше, что ли, долго? Нет. Ой, Калюня, молодец. Без Стасика ты бы, конечно, не справился. Нам все равно молодец. Алкоголики. Ну, алкоголики, не алкоголики. Отметить-то надо. Пойдем, горе мое. Пойдем, мой хороший. Пойдем, пойдем. Пойдем. Пойдем, моя солнышка, ты поможешься. Коль, да подожди ты, пить. Ты давай, золотой, да подожди ты, съешь сначала что-нибудь. Ну, что ты пьешь все время, господи. Курочка. Давай, давай, давай. Давай, давай. Пацан, давай, давай, давай. Давай. Давай, давай. Давай, мой золотой. Ну. Ну, что ты? Как мне плохо, а? Водичка на столе. Водичка на столе. Птичка на столе. Который час, а? Ну, уже далеко не утро, так скажем. А ты куда собралась-то? Куда-куда? Я на работу. Ты же говорила, у тебя нет уроков сегодня. Ну, у меня уроков нет, зато у меня родительское собрание сегодня вечером в девятом БМ. Надо же подготовиться, надо сообразить, кого за что ругать. Собрание. Расскажи кому-нибудь другому. Ты что? Олег. Олег, ты что, не веришь, что ли, мне? А что случилось? А что произошло вчера вечером? Я никуда не иду, я слушаю тебя. Я не пошла никуда, давай, я слушаю тебя. Что за учителя, понимаешь? Что такое? Физик на шпагате. И что? Бабы полураздеты. Ты тоже участвовала раньше в этих оргиях? Олег, да ты что? Да ты что, совсем что ли? Да ты совсем что ли, Олег? Ты что, не понимаешь, что люди просто расслабляются? Ты не понимаешь, что ли, какая у них тяжелая работа, Олег? Что ты вообще несешь? Я тебя просила вчера, я просила, не покупай водку, Олег. Не покупай, надо только вино. Я просила. На собрание собралось, чтобы потом там расслабляться в учительской дальше. Да ты что? Да ты что? Так, ты так обо мне, ты обо мне. Где мои? Где мои духи? Твоя ночь взяла мои духи, где мои духи? Если ты так думаешь обо мне, нам с тобой вообще больше нечего делать. Я поняла, ты ханжа, я поняла. Ой, Янина, как же ты меня достал! До свидания! Если ты сейчас уйдешь, ты можешь возвращаться потом. Ну и как? Как мне теперь с этим жить? Раскиньте карты, может они знают ответ. Что карты? И без карт понятно. Дело в ребёнке. Да, это так. Для него существует только его сын, а я. Его сын тут ни при чём. Речь о вашем общем ребёнке. Но у нас нет общего ребёнка. Вот это и плохо. При таких отношениях с мужем, я не уверена, что это поможет решить проблему. Может, всё-таки посмотрим, что скажут карты? Что это значит? Это ребёнок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй, ты что там? Ничего. Эй, что там опять? Там, там кто-то есть. Вы посмотрите, это котёнок. Кис, отпусти сюда. Ох ты, боже мой. Это котёнок, он ранен. Посмотри. Выпусти меня, пожалуйста. Отпусти. Моненький, не бойся. Спасибо. Пойдём, пойдём помоемся. Я тебя отпущу. Татьяна. Отпусти. Всё будет хорошо. Татьяна. 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 Ты такой красивый. Ну все, я его выпустила. Ты так, иди отсюда. Иди, ты свобода. Пищи. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!